Да, да, да. Оба хорошо играли. Материально мы нужны. А у меня последний поличок с вами. Нет. А у меня с такси нет, да нет. И за молоко у меня всем ходить можно с нескольким за молоко. А, ну давайте разговариваем. Девчонки, давай. Ой, ночью не буду спать. Мне вчера утром рано-рано позвонили. На глазах выжили. И Свету замуж отдали. Валеру свою проводили. Я отсюда же на север. Так мы дружно жили. Мы, Гольфизопана я вспомню тоже. Мы отдельно чай не пили вместе. Всегда чай поставим, чай скипит. Мы батарея стучали. По батарее она зайдет, она батарея стучит. Я к ней бегу. Я по секунду перебегу. Обычно новая мать. Куда собралась? Да, я к ней чай попить. То есть это так и надо было. И потом вспомню, Гольфизопана. У меня мать тоже была. Оставь что-нибудь вкусненькое, Казам. Я Гольфизопан мне на чай попью. Гольфизопана зайдет. Казамеда, ты мне чай поставь, мы вместе чай попьем. И Николай Кузьмич всегда добрый был. И всегда мы вместе скотину держали. И вместе ходили в сарай. И всегда вместе были. Пускай им обоим земля будет пухом. Надо его вырастить. И все время интересовался. Вот так скажу, что вот это, вот это. Асфературу закончил. И в Газпроме работают в Питере. Ну молодец. Твое же воспитание. Не рассказывала. Все спочтели. Кузьмич, кузьмич. А ведь не учили. Ну как же. Арестование. Арестование. Да, девчонки в общем, черчение не столько было. Да, черчение. А потом-то не стало черчеть. Он нет одного полного. Да. У него на доске запись была. Крупными буквами своей рукой. Рисуя Ростов, получится просто. Да, 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 да. Какая бы комиссия ни приехала. Уважаемые господи, друзья, коллеги. Спасибо всем большое, что сегодня пришли поддержать нас в этот трудный час. Дед был ним после, где он был в первую очередь другом. Нас там всегда помогал, обучал ему и рыбал, и всему, когда у тебя финишка лежала. Ну, когда операцию уже сделали, приходил тоже мне каждый день. У меня был ноутбук, я на нем фильм смотрел, ну, потому что скучно, но они там приходили, шапку переиграл на этом ноутбуке. Ну, как Николаевич, мы что-то можем говорить многое, я всему сказываю, соответственно, присоединяюсь. И я хотел бы объяснить, что об этом поблагодарить всех, кто пришли сегодня с таким большой познаменом в этой неделе в комиссии. Ну, основной раз, думаю, что меня сегодня так поразило, что народу было много, приходили, когда мы вышли с дома, когда уже, ну, все у нас только носили в коридор, ну, в смысле на улице, когда поехали. У меня поразило это толпа, которая выразила, мы на улице, я вот считаю, что вот это и есть заслуга. То есть если, ну, не знаю, как словами передать. Некому проводить. То есть, да, то есть, ну что. Такой морозный день. Да, такой морозный день, когда едет. Рабочий день, еще рабочий. Да, рабочий день, причем не выходной. И именно пришли, кто его обожал, то есть, ну, народу было много, пришло много, сами все это видели. Ну, я считаю, это главная заслуга, то есть, вот, аргументируя все то, что, соответственно, мы сказали до этого, что он там был хороший человек. Ну, плохому человеку столько человеку, столько народу не пришло. Спасибо вам большое. Еще раз. Спасибо. И красиво уже. Да, в поле припомянула. Да, в поле припомянула. Может быть, будет любим. А потом... Так красиво. Да, красиво. Я тоже помешила. И прям вот как будто вот так вот в туалет. На небо пошел. Малер, давай я скажу. Мне так это понравилось. Это все молодое. Так хорошо читал. И тепло, и там нагрето. Все у него хорошо положилось. Все сложилось. И лицо расслабилось. Не знаю. Может, он боялся, что этого не было. Вот он рассказывает, что с таким, с таким более сердцем, и у меня, говорит, маленьким было. Вот сидит, вот было. Забавил колону, говорит, нашу кормилицу. Как я, говорит, все это переживал. Как мне было больно. И вот я, говорит, себе сказал. Я встану на ноги. Буду учить. И поехал. Уступил сначала в стебольское училище. Закончил на пятерке. У нас дома. Вот в это время, пожалуйста, придите. Я вам покажу. Хочу сидит, поговорим. Все его грамоты у меня. Ленин, Сталин. За отличную учебу. Поздравляем там его. Да. Три класса, по-моему, он еще были потеряли. Каждый год он получал эти грамоты. Учился. Потом поехал в училище. Закончил его с отличием. После этого, после того, как закончил училище, поступил в институт. Учился в институте. Уже родилась я, когда он учился заочно. Очень был, ну все знают, что у него будет способности такие незаурядные, могу даже сказать. Не побоюсь этого слова, потому что, ну, незаурядные. Все же это тяжелое. Я сама технический вуз закончила. Ему, там учебный учащий, он сказал, я хочу сдать досрочно один курс. А ему говорит, экстерном, а ему говорит, там, секретарь какой-то, видимо. А ты что, Ленин говорит, что ли? Какой умный, что ли? Может, я даже умнее Ленина. Вот это же в нем какая-то была уверенность такая. Вот она его и вела. Но в то время, видимо, самим стало интересно. Они ему взяли от учебы шесть лет за очной. Он закончил за пять. Это же вот, а институт-то сложный. Там не просто какая-то гидродинамика, там, или что-то на зоны. Там же живопись, графика. Ее же нужно наперед. А с детства он, когда учился в школе, вот он и здесь у моего рассказывал. И у меня это колоколом всегда было. Математика, геометрия. Если, говорит, у меня вперед на два-три раздела я бы не мучаю, 20 задач не решу, я спать не могу, болезнь. Дамир, ты знаешь два-три раздела вперед? Да нет, папа, мне вот так успеть еще. Это бы раздел. Плохо. Да, Дамир? Всегда он ему это говорил. Не даст собрать всего. И первое у меня, что было, открываю дверь. Смотрю, какого-то мужчину кидают вверх. Я так... В обороте, нет. В семидесятом, смотрите. В семидесятом. Я так встала, понять не могу. А что это? А это, говорит, у нас в Кузове институт закончился. А, институт закончился. Будешь, как Валера родился? Да, Валера родился. Чуть в секунду. Вот, как сейчас помню. Кстати, ваши родители приходили в гости, они вечером на потемелье ушли. Нет, это ты начало не помнишь. Они на кухне, тихонько с мамой шепчутся. Три-честь лет. Да, и, ну, страшно же. Наверное, не буду рожать. Тихо-тихо-тихо. И тут влетает дед Коля вперед в кухню. За ней папа какой-нибудь. Я тебе дам не рожать моего ребенка. Говоришь, да-да-да. И началось. Праздник такой был. Ну и Валера. Да. Результат. А в начале же был страх. Я говорю, как это можно? Ну, она... Я говорю, что... А я в другом. Вот ускорение наше. Мы все не залят в сад. Все идем в сад. Не обсуждается. Сад-огород. Все здесь не счастливая союза играют. А мы в сад. Ну, как раз так. Ну, я думаю, вот это наши сделают такими. Друголюбимыми. С проявочными. В любом случае, это же какая-то методика. У него была своя такая методика. Он, конечно, был очень такой. И у меня нет такой практики. Ни среди мне друзей, ни среди родственников. Вот так близко чужие люди дружили. Не моя мадрисма, а моя мадрисма. Крестная. Назвали условно, потому что не крестили. Ну, так было слово, да. Крестная. Мы всегда с друзьями тут видим, как тут деньги получили. Семью. Они забыли ложки. Три минуты он уже выточил. И где-то там. И все равно с ложками. Потому что вот именно трудную минуту, когда вот так друзья приходят. Вот это настоящие друзья, я считаю. Давай. Спасибо. 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 Спасибо.